Тамуна Джан, а можно тебе один вопрос задать? Какой фактор ты учитываешь, когда говоришь, что это неправда, что Карабах не обменен? Юридически это же так. Не, ну разумеется, что этот вопрос задается не юридически, а по твоему мышлению. А по как раздается? Фактически это же так. По твоему мышлению, по твоему мнению, по справедливости и по истории. А зачем нам история нужна? Зачем нам нужна история? Есть документы. Мы не орем, мы же тихонечко разговариваем. Извините, если у вас там спят родственники, мы же этого не знали. А что значит? Извините, пожалуйста, а что это значит? Какая разница история, какая разница исторически? А на каких факторах вообще в 21-м году это отдалось? Послушайте, после Второй мировой войны. Ну, исторически, с 700 лет лоры была Грузия. Да вы что? Да вы что? Послушайте. Не портите, из-за не знаю чего, из-за нескольких подписчиков не портите. Скажите, пожалуйста, когда превратило существование свое армянское государство? Можете назвать? А какое именно? В какой империи вы имеете ввиду? Вообще, до 1918 года. Вот потом оно образовалось уже второй раз в 1918... Нет, тогда не было в Советском Союзе. Она отделилась от Османской империи и образовалась как независимое государство. Ваш вопрос касается античных времен? Средневековья или новейшей истории? Да, да, да. Вот когда оно прекратило существование? Спасибо. В 11-м веке, когда закончилось царство Багратитов. Вы молодец, оказывайте, правильно. 1145 год. Все правильно вы сказали? Да. Молодец. Вот отсутствие армянского государства, смотрите, отсутствие армянского государства. На каких основаниях вы основываете, что это ваша территория? Потому что и них конкурентов нет на эту землю. Грузины никогда не жили. Грузины никогда не жили. Там не жили азербайджане, азербайджанцы это церковь. Скажите, пожалуйста, мне тогда, можно тогда еще один вопрос. Через какое время вы скажете, что Джалахетти это ваша территория? А вы и сейчас говорите? Ни хрена себе. Вот этот кадр к нам залетел. Чем докажете, можете сказать? А мы можем от Карабахского вопроса пока не отойти? Так я же вам и говорю. Ты из неба упал или что происходит? Из неба, походу, вы упали, знаете? Послушайте, послушайте, уважаемый, вы 900 лет жили как кочевники. Послушайте, 900 лет вас гоняли... Послушайте, вас гоняли с одного места на другое. Вы были подданными в Османской империи. Это цивилизация, это все османские сказки. Они вас гоняли и нас, и азербайджанцы... А при чем тут это? А я разве говорю, что нас... Я вам говорю, у вас 900 лет не было своего государства. Потому что это не было кочевничество. Если тебя осморжено империя, оттуда сюда гоняет... Каким образом тогда вы по всему миру... Смотрите, знаете, в чем между нами и вами разница? Знаете? Между нами нету разницы. Есть между нами разница? Смотрите, грузин... Я вам объясняю, если вы мне дадите сказать, я вам объясню. 80% грузин проживает в Грузии. 80% армян проживает за пределами Армении. Вот между нами разница. Что? Это из-за турков так произошло. А что они с вами сделали? Подождите, а до турков вы где проживали? А до турков были арабы, до арабов были Персии, до персов были... То есть, получается, когда кто может претендовать на какой? Поэтому, существует после Второй мировой войны, к чему я вам это все говорю? Создали определенные законы, понимаете? Законы, все страны. Создали организацию объединенных наций, по которым законам все страны должны жить. И в том числе, государство Армения должно существовать по общепризнанным правилам. Все живут по этим законам сейчас. Так вы же не живете. И ваш союзник второй. Одни вы, и второй ваш союзник. А теперь послушайте меня, пожалуйста. В 2018 году и в 2021 году, когда первый раз и второй раз Карабах передали азербайджану термин... Скажите, можно сразу вопрос? В 1918-м кто им передал? В 1918-м году советская власть помогла, чтобы они там оформулились, чтобы они там создавались. Послушайте, в 1918-м советской власти на Кавказе, на Южном Кавказе не было. Зачем вы выдумываете? Советская власть... Вы же только что говорите, советская... Вы же только что сказали, советская власть. Вы разговариваете, но вы не хотите меня слушать. Это не обязательно, что официально Советский Союз. Это что, за один месяц они сформировались? Конечно, нет. Я что-то вас... Вы сказали, в 1918-м году советская власть передала эту территорию Азербайджану. Ваши слова или не ваши? Люди, которые потом сделали Советский Союз и пришли на ВЛЯС. Хорошо так сказать вам? Так все по тире-тире, по букву-букву сказать. Люди, которые создали Советский Союз. Я что-то не пойму. Послушайте, в 1918-м году у вас было свое государство. Отдельное, независимое. Понимаете? Причем тут люди в Советском Союзе? Вы понимаете, что вы хотя бы говорите или нет? Нет, только вы понимаете. Кого? Только вы понимаете. Но вы говорите, что Советский Союз передал территорию независимого государства. Вы понимаете, что вы говорите? Было независимое государство Армения. Советский Союз продал и предал армянам. Советский Союз. Так сказать, чтобы более понятно было и без вопросов было. Советский Союз продал и предал армянам. А предал каким образом? Я просто не очень в курсе. Расскажите мне, пожалуйста. Наши земли, наши 11 столиц, наш Кору Арабах, Нахичеван, Ганзак отдав Азербайджану и Турции. Подождите, подождите. Вы в тысячу... Кому кто отдал? Вы понимаете? Послушайте, в 1918 году вы сформировались как независимое государство. Отколовшись от Османской империи. Кто чего отдал? Вы хоть понимаете ход ваших мыслей? Кто чего отдал? Ленин и Артур, когда подписывали договор по этому договору. Так вы-то тут при чем? Я не пойму. Вам дали землю. Вы не были независимыми. Потому что насчет нашей земли. С чего она ваша? У вас есть документы? У вас есть документы на эту землю? У вас есть документы на эту землю? Во времена Римской империи, когда Римская империя царствовала, тогда не было документов и печати. Если бы было... Да вы что? А у них, вот прикиньте, у турков есть документы на эту землю. И это фарс. А, это фарс, да? То есть документы. А ваши слова, то, что вы сейчас тут произносите, это мы должны вам поверить на слово, да? В Советском Союзе, когда существовали три страны, Россия, Грузия, Армения, только эти три страны имели право наживаться странами. Ну, что вы говорите, какой-то чушь. Послушайте, сначала сформировалась Закавказская Федерация. Сначала из трех государств. Азербайджан... Несколько я, Перси, тебя исправляют. Послушайте, сначала сформировалась Закавказская Федерация. Три государства входило в нее в 1918 году. Это Грузия, Армения и Азербайджан. Потом эти государства, оно просуществовало всего лишь месяц. Они распались на независимые государства. Отдельно Грузинская Демократическая Республика, отдельно Армянская Республика, отдельно была Азербайджанская Республика. Что вы несете? Вы вообще до 1918 года, чтобы вы понимали, были подданными. Вы были подданными. Послушайте меня. Ладно, ладно, хорошо, хорошо. Одно и то же говорите. Азербайджан! Азербайджан, азербайджанцы, откуда вы делись? У вас с ними есть... Вы там где живете? Вы откуда? Я в Грузии живу. Что у нас... Ты в Грузии живу? Слушай, ты говоришь, что Джавахети это Армения? А таких там сепаратистов знаешь, сколько там у нас? Перебери адресы базы. Тебе надо чемодан в вокзале Ереван прямо. Да, 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 сейчас прямо. Да, только что после эфира собери вещи гостей отсюда. Гна, знаешь, по-армянски гна. Короче, с вами нормально невозможно разговаривать. Конечно, невозможно, если вы сепаратист и негодяй. А сепаратист ты сам, сепаратист ты сам. Абхазия это Грузия? Скажи. Абхазия это Грузия, конечно. Это очень обидно из вас слышать, что... Что вы от нас? Мы же... Послушайте. Это же так! Это что в районе? Послушайте. Ваши истории есть про них кое-что до 18-го века, 17-го века? Есть кое-что? Я, может быть, и есть, но мне азербайджанская история и армянская, она вообще не интересна. У меня есть грузинская история, понимаете? Мне интересует и грузинская история, азербайджанская история, и армянская история. Конечно, у вас должна грузинская, поскольку вы гражданин Грузии. Да, я и не в кружии живу. А где живу? А я что, не адекватно разговариваю? Конечно, нет. Адекватно сейчас ты разговариваешь? Очень адекватно. Давайте про историю, этот вопрос и допрос, я не пришел только зарегистрироваться. Какую историю? Я ничего не знаю. Конечно, ничего не знаете. Ты в курсе, что в 500 лет лорь заходил в составе Грузии. Ты в курсе? Из грузийских земель тоже очень много находились в армянские государства. Какой? Вся Грузия, абсолютно вся Грузия, во времена Тиграна Великого, во времена Тиграна Великого, абсолютно вся Грузия, когда не был. Тигран Великий, слушай. Он тоже не был, да? Его тоже не существует. Нет, он может и существовать. Мы-то тут при чем вообще? Тигран Великий? Царица Тамара, тысячи лет после Тиграна. Послушайте, вы про государство Калхида что-нибудь слышали? Каких? Калхида, Калхида. Калхида, Калхида. Вы же историю Грузии хорошо, вы только что сказали, что вы хорошо знаете историю Грузии. Вы вообще, вы меня, конечно, не обижаетесь, но вы ни в какой лечебнице сейчас не находитесь. Тажизна, она и есть лечебница. Мир это, мир это. Мне очень интересно, все армянские цари, которые били, хоть одну могилу вы нашли, где похоронены? Так, это, конечно, нашли, нет, без могил. Ну, армянские цари были очень, знаешь как, такие вопросы не повторяются в каждом эфире. Они не умерли, да, наверное? Нет, армяне же бессмертные. Что вас заставили, ребята? Они же с планеты Сириус, да, прилетели. Я вообще слышал. Извините, Мир, Калх тебя как зовут? Твое имя, как тебя прошло? Георгий меня зовут, Георгий. И что вас заставило принять азербайджанскую сторону? Я вам объясняю. Потому что мы правовое государство, ассоциированный член с Евросоюзом. Понимаете? Мы живем по закону, по мировому праву. Это формальность. Это не формальность. Это не формальность. Мы государство правовое. Какой формальность? А скажите мне, пожалуйста, что заставило так называемый Арцах, да, вот ваш так называемый, да, признать независимость Абхазии? Можете мне сказать? Она приняла независимость Абхазии? Да, представляете себе. А что заставляет ваше государство голосовать против возвращения наших беженцев в Абхазию? Не скажете мне? А что заставило вашу государство не признать армянский геноцид? Уругвай принял в Латинской Америке. Что заставило наших кровных? А я вам объясню. Потому что на сегодняшний день, на сегодняшний день, да, и Азербайджан, и Турция являются нашим стратегическим партнером. Турция как страна НАТО и ассоциированный член Евросоюза, да, вот как бы вот так вот. И так же мы являемся. А Россия является нашим стратегическим партнером, скорее всего, мы не могли не признать. Видите, как мы с вами хорошо подошли к ответу на ваш вопрос, что кого чего заставило? Понимаете? Но только я вам еще, знаете, что скажу? С территории Грузии, послушайте меня, с территории Грузии не взлетало ни одного самолета и не бомбило ни одной метра армянской земли с территории Грузии, да? А с вашей территории, с российской базой, в Гюмри, взлетали самолеты, которые бомбили территорию Грузии. Вы им небо дали, свободное. Понимаете? То есть, вы, например, в 70-е годы, 1970-е годы не признавали армянский геноцид, знали, что в 91-м Сарабске умерли. Конечно, конечно. А вы знаете, что Грузия, послушайте меня, вы знаете, что в 91-м году Грузия единственное государство, в котором не было референдума о независимости? То есть, у нас был референдум, а я вам объясняю, мы были оккупированы, послушайте, мы были оккупированы в Советском Союзе, нас оккупировал Советский Союз. Ну, нас тоже всех оккупировали в Советском Союзе. Как будто что-то знаете. Вы мне хотите по истории что-то рассказать, при этом 900 лет у вас не было никакого государства. Вот послушайте. Никакого государства. Это не повод, чтобы сказать, это не их, наоборот. Послушайте, это не только мы говорим. Так говорим... Амберт, где ты живешь? А для тебя не одно и то же? Не. Интересно. Не, 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 не в России. А где? Там, где-то. В Абхазии? Абхазия это Грузия, я никакого отношения не имею к этому. Вот молодец. Молодец. Ну, слушай, у нас к Абхазии... У нас к Абхазии, послушай, у нас к Абхазии нет исторических претензий. У нас к ней юридические претензии, понимаешь? Абхазии тоже там, вы сами знаете, что они тоже ни в чем виноваты по большому смыслу. Конечно, согласен с вами. Так, мне пишут, Колх, прими. Я не принимаю здесь никого, Ворон. Тут хозяйка Тамуна. Колх, просто у нас... Георгий, Георгий, у нас просто более 2000-летняя история между с нами. Я прекрасно понимаю. Как ваше имя я забыл? Альберт, Альберт, тебе задают вопрос. Хай и армяне одно и то же? Да, конечно. Это одно и то же. Например, Грецию вы как называете? Сабердзинет. А Сабердзинет и Греция это одно и то же? Это греки, конечно, это одно и то же. Но мы и армян совместно называем. А почему Хая когда называют, некоторые обижаются? Продолжение следует... Продолжение следует... ... Продолжение следует...